Валерий Седов Партия «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию на выборах в 2023 году. От Рязани в офисе регионального штаба «Единой России» приняли участие первые лица региона. Нам с вами, как известно, в этом году выбирать депутатов Рязанской городской думы. Сколько кандидатов уже срегистрировано и как проходила сама процедура открытия электронного голосования, расскажем далее. В региональном штабе общественной поддержки «Единой России» первые лица области. Павел Молков, Аркадий Фомин, Анна Рослякова. Повод более чем значимый. Прямо сейчас партия власти запускает электронное предварительное голосование. Еще до его начала практически во всех субъектах страны зафиксирована небывалая активность кандидатов. В 55 регионах пройдет 183 кампании. Конкуренция самая высокая. В этом году среди кандидатов предварительного голосования есть даже ветераны и участники СВО. Мы получили свыше 16 тысяч заявлений и конкуренция тут беспрецедентно высока. Так, конкурс по выборам депутатов Государственной думы 20 человек на место. Конкурс по выборам в административных центрах мы выбираем мэра Хабаровска 12 человек на место. Средний конкурс по выборам законодательные собрания 7,5 человек на одно место. Средний конкурс по выборам в административных центрах это 5,5 человек. И хотел бы поблагодарить наших коллег из Архангельской области, Республики Саха, Якутия и Рязанской области. Коллеги создали такую очень высоко конкурентную ситуацию. Системой зарегистрировано уже больше 2 миллионов избирателей. Для безопасности от внешнего воздействия ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» был разделен на 4 части. Их передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осиевскому, заместителю секретаря Генсовета «Единой России» Сергею Перминову и первому зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Алене Аршиновой. Так, процесс и обнаружение ключей начался. Обнаружены все 5 ключей. Этой осенью рязанцам предстоит выбирать депутатов Городской думы. Электронное голосование позволит определить кандидатов от партии «Единая Россия». Документы подали 210 человек. Среди тех, кто претендует на право выдвигаться в Рязанскую городскую думу, действующие депутаты, активисты общественных организаций, студенты, молодогвардейцы, волонтеры, участники спецоперации. Я напомню, что все жители города могут принять участие в предварительном голосовании в выборе своего кандидата от «Единой России», который пойдет потом уже на выборы официально от партии. И очень важно принять участие и определиться уже сейчас, для того, чтобы быть уверены в будущем нашего года. Для тех, у кого в силу каких-то причин нет, возможности проголосовать на портале в электронном виде. Есть возможность прийти на специальную площадку, всего 20 по городу, и там уже с помощью волонтеров, помощников отдать свой голос. Помогут пройти всю эту процедуру от начала до конца. Все это сделать можно очень быстро, комфортно. В течение 7 дней каждый рязанец старше 18 лет, прописанный на территории областного центра, сможет проголосовать за своего кандидата на сайте pg.er.ru. До 26 мая необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя с помощью учетной записи портала госуслуги. Предварительные итоги подведут в следующее воскресенье. Стать участником городошного турнира, посетить мастер-класс по танцу и даже стать помощником парфюмера. Это только часть площадок, которые были доступны рязанцам во время ночи в музей. Одну из площадок посвятили экскурсу в старину по защите денежных средств. Первые фальшивки появились практически сразу же, как появились настоящие купюры. С этих слов начинают свою лекцию сотрудники регионального отделения Банк России. Исторический экскурс предварял основную программу. Музей отделения Рязань, Банка России на международной акции «Ночь музеев-2023» представляет выставку «Время и деньги. Как защищали деньги». Еще до того, как появились бумажные купюры, на Руси часто подделывали монеты. Бум фальшивого монетчества пришелся на 17 век, когда настоящих монет было даже меньше, чем поддельных. Мягкие деньги в то время печатали на бумаге плохого качества, односторонне. Прописывали только тексты, цифры. А местные умельцы заскабливали, например, двойку с 25-ти рублевки, вписывали семерку и вот уже номинал вырастал на 50 рублей. Эти вот художники, к слову, продолжают свою деятельность и по сей день. В этом году, кстати, в Рязани выявили 22 фальшивки. И сотрудники Банка России рассказали, как их распознать. Водяной знак на подлинной банкноте имеет очень четкое изображение. Он имеет переходы от светлых тонок к темным. И также рядом с водяным знаком присутствуют изображения номиналок, которые более светлые по сравнению с основным водяным знаком. На подделках же водяной знак имеет искажение. Он может быть нечетким или однотонным. Либо очень темным, либо очень светлым. Надо обращать на это внимание. Купюру можно проверить через небольшой экспресс-тест. Сначала наклонить, тогда водяной знак будет играть разными цветами. После направить на источник света. Можно будет увидеть водяные знаки на просвете. Третий этап – на ощупь. По меткам на купюре для слабовидящих. О том, как накладывают арест на имущество должников, по алиментам, с экрана телевизора звучало не раз. Видимо, далеко не всех это мотивирует. Те, кто знает, что должен, вполне спокойно разъезжают на своих авто. До первого поста. Сумма задолженности у некоторых задержанных поражает. Эту кио-цирата опечатывают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Цена такой иномарки варьируется от 500 тысяч до 2,5 миллионов. И сейчас ее изымают за долги по алиментам. В Рязанской области сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России в Рязанской области проводили рейдовые мероприятия в отношении владельцев транспортных средств, не исполняющих обязанности по выплате административных штрафов и прочих задолженностей. В ходе рейда при помощи специализированного программного обеспечения «Паутина» остановлен автомобиль «Кио Церата» под управлением 32-летнего водителя. Как рассказали правоохранители, сумма долгов на собственники внушительная. А именно 4 миллиона 700 тысяч. Сразу же на место направили группу Федеральной службы судебных приставов. Здесь составили необходимые материалы, наложили на транспортное средство арест, опечатали его. После на эвакуаторе доставили на спецстоянку. Там авто будет стоять до полного погашения задолженности. Спонсор ежедневной информационной передачи «День города» выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Свежие и вкусные деликатесы из Камчатского края у торгового центра «Премьер». В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная народному костюму Рязанской губернии. Именно в нем отразилась сложная этническая история одного из значимых регионов Центральной России. Представлено разнообразие форм женского костюма из разных временных периодов – с паневой, сарафаном и полосатой юбкой. Выставка стала межмузейным проектом. В витринах представлены предметы из коллекции областного художественного музея имени Ивана Пожалостина, областного научно-методического центра народного творчества, музея-заповедника «Зарайский Кремль», но основа – фонды Рязанского Кремля. Коллекция костюма, которая собиралась еще со времен существования Рязанской ученой архивной комиссии, то есть с 1884 года, продолжает формироваться и сегодня. Сейчас коллекция традиционного костюма музея-заповедника насчитывает более 4,5 тысяч экспонатов. На выставке представлена лишь малая ее часть. Зрителям представили 20 ансамблей 12 рязанских уездов, включая «Зарайский», который когда-то входил в границы области. Кроме одежды, на выставке представлены головные уборы, предметы быта, домашние ткани, рисунки Филиппа Малявина, показывающие красоту рязанских женщин, позволяющие оценить, как выглядел наряд на его носительницах. Костюм постребован всегда исследователями, художниками, и просто назрело. Это было необходимо сделать до построения новой экспозиции, до постоянного экспонирования костюмов. Необходимо делать такие промежуточные выставки. Костюмы Рязанской губернии в целом отличало обилие красного цвета, однако в каждом уезде были свои особенности. Выставка будет работать во Дворце Олега до конца августа. Более полно представить костюмы из своей коллекции музейщики обещают в новом здании. Этнографии посвятят отдельный зал. Экспозиция будет работать постоянно. Снова в Рязани икра и рыба Камчатская. Деликатесы из океана прямиком с Дальнего Востока к вашему столу. Не пропустите. Выставка продажа торгового центра «Премьер» работает до 27 мая включительно. Аппетитная чавыча холодного и горячего копчения. Палтус с его белым, как лист, мясом. Разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи икра и рыба Камчатская. Но это не весь ассортимент. Всего на прилавке представлено несколько десятков видов разных рыб. Среди них нерка, омуль и белорыбица. Горячего и холодного копчения с ароматами, сводящими с ума. Слабосоленая, которая так и тает во рту на любой, что называется, вкус. Расскажите нам, какую рыбку любите. Белорыбицу. Белорыбицу люблю, потому что она вкусная. Нежная, мягкая. Что еще доложить? И очень хорошо к чаю идет и кофе с утра, когда ничего не лезет. Настоящие раздолье для ценителей. Качество и вкуса. Включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края. Экологически чистая продукция, которая пользуется популярностью у рязанцев. Можно попробовать прежде, чем купить абсолютно любой продукт. Скрывать продавцам нечего. Все свежее, высочайшего качества и вкуса. Особый способ транспортировки гарантирует, что к рязанцам приезжает не размороженная, а именно свежая рыбка и икра. Полезно, конечно. Попробуйте, вам понравится. Успеть приобрести к столу рыбку горячего и холодного копчения, слабосоленую и великолепную икру премиального класса. Можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. До 27 мая включительно. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» ждет вас. Футболисты Рязани сегодня снова проиграли на своем поле. И снова сделали это на исходе добавленного времени. В матче с «Калугой», которую, кстати, подопечные Дмитрия Сережкина ранее обыгрывали на выезде, наши ребята действовали вполне неплохо. Но в концовке уже, можно сказать, по традиции последних матчей снова рассыпались. Единственный мяч в этой встрече гости забили после подачи углового на 93-й минуте. Это поражение стало для Рязани четвертым в последних пяти матчах. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 22 по 27 мая. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова